Экзамен на управлении машиной в экстремальных условиях водители на этой дороге сдают каждый день. Участок от 6-й дачной до кумысной поляны для автовладельцев настоящая полоса препятствий. Ямы и выбоины нередко становятся причиной аварии. Их Лариса Пономаренко наблюдает часто. Женщина торгует цветами у дороги. Очень часто, вот весной, например, чуть пораньше было, за счет того, что здесь были лужи, очень часто и сталкивались, потому что одна в лужу въедет и притормозит, а вторая ей езжает взад. Через пару недель по этой дороге поедут автобусы с детьми. Рядом несколько оздоровительных лагерей. Один из них – солнечный. Здесь полным ходом готовятся к открытию сезона. Убирают территорию, ремонтируют домики, восстанавливают освещение. Нерешенной осталась только одна проблема – дорога к лагерю. Родители всегда едут с большими проблемами, чтобы попасть в лагерь. И не только родители. Нам же доставляют продукты. Водители, которые пользуются этой дорогой, вынуждены регулярно обращаться в автосервис. Машины получают повреждения, попадая в ямы. На СТО приходится ездить часто, так как езда по таким дорогам наносит ущерб подвеске. Дорогу от 6-й дачной до Кумысной поляны, по словам местных жителей, не ремонтировали уже несколько лет. Между тем, на этой трассе всегда много машин. Особенно летом, когда саратовцы выезжают на дачи, а детей везут в оздоровительные лагеря. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.